Недавние атаки у Кроваякни остались незамеченными. Староигнатовка и Новая Ласпа подверглись обстрелам, впрочем, точно так же, как и Горловка, и Донецк, и другие города Донбасса. СМИ пестрили заголовками о продвижении украинских карателей. Но так ли это в действительности? И какова вообще сейчас ситуация в армии Украины? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился украинский писатель и публицист Дмитрий Дзаговбродский. Насколько я понимаю, и в Староигнатовке, и в Новой Ласпе возникла в какой-то степени одна и та же ситуация. Появилось сообщение с украинской стороны о том, что силы ВСН начали наступление. Через некоторое время сообщение, опять же, украинской стороны, что они там героически обороняются. После этого сообщение, что они перешли в контрнаступление, что-то заняли. В случае Староигнатовки они заняли те же высоты, которые они сами занимали. То есть они совершили какую-то удивительную картографическую победу. Но на самом деле, то есть она вся провокация для срыва Минских соглашений, не более того. Вообще, украинская сторона ведет себя довольно непринужденно. Технику не отводит, продолжает обстрелы. А не так давно генштаб ВСУ предупредил АБСЕ о том, что они могут применять артиллерию. Они, конечно, говорят, что будут применять ее только в ответ на атаку. Но мы уже видели, как это происходит. Дмитрий Дзаговбродский уверен, украинской стороне такие атаки просто жизненно необходимы, потому что иначе, и так уже побитая, деморализованная армия Украины просто окончательно развалится. Дело в том, что возникает неприятная ситуация. Хрон застыл, сейчас идет оппозиционная война, экономическая ситуация на Украине ухудшается, моральный дух в армии украинской падает, наступательных операций нет. У них учащаются случаи пьянства, наркомании, мародерства. Армия разлагается. Им нужны даже такие вот короткие бои, чтобы хоть как-то поддерживать армию в глупые способности. Украинские войска все больше и больше ощущаются, что не на чужой земле. Донбасс каждым месяцем становится все меньше и меньше Украины, и становится все больше и больше отдельной независимой страны. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».